Добрый день! Погонюсь храму Твоему Божию! Слава Христу! Я не знаю, мне так тяжело разговаривать, но я постараюсь... Какие у Вас вопросы ко мне? У Вас какие? У меня к Вам вопросов нету. Ну, тогда я начну. Давайте. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, я знаю. Вы не против? Нет, я не против. Все, я слушаю. Говорите, пожалуйста. Хотел бы поговорить о том, что обычный человек может сделать в своем приходе, и как это сделать, правильно. Чтобы, ну, как бы пламя это загорелось, о котором Христос говорит. Потому что, ну вот, я не знаю, то есть, и не хотелось бы и где-то приступить к черту, и все. То есть, я очень сильно расстроен своим опытом того, что я вижу в своем приходе. Православная, русская церковь за рубежом, как ваше. Вот. В Мельбурн-Австралии. Вот. И получается, что... Тут я наткнулся на Ваши, как бы, слова, жесткие слова по поводу скотомогильника и прочее. Ну, это как бы мы понимаем, да, уже сердце рвется, гнев. Да, то есть, это не осуждение никакое. Это уже, знаете, ну, с гневом посмотрел, ну, действительно, уже не знаешь, куда бежать, куда сдаваться. Как это так, все, вот, приходишь, я год хожу. Да хоть бы там, там никто никого не хочет даже знать, понимаете. Ну, вообще, такое впечатление, как бы пришли и попросили, то есть, какая-то кормушка, я не знаю. Ну, так, ну, где в Западе Евангелия? Это мы должны друг друга, они друг друга знать никого не хотят. Вот, понимаете. И я вот заканчиваю формулировку вопроса и читаю, вот, просто вот беру Писание. И ангелу Ладокийской церкви напиши, как говорит Аминь, то есть, Господь, Сущий, то есть, это, ну, как говорит Аминь, это иметься в виду, что истина так. Свидетель верный истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горячий. Ой, если бы ты был холоден или горячий, но как ты тёпл, а не горячий, не холоден, то извергнут тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды. А не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Так, ну вот, Ладокийская церковь, понимаете, то есть, все очень всем довольны, и сам собой, и обедом, и всё, и я не понимаю, что происходит, я не знаю, что делать. Я бы был какой-то там светел, так, может быть, люди и потянулись. Да я сам больной, понимаете, то есть, но вот, как бы, скачу где-то что-то дёрг, смык, тык, и вроде как получается, вот я вот по вашему методу, вот юродством занялся, я свою десятину, деньги пополам режу, в конверт, и пишут, соедини разъединённые. Люди не хотят друг друга знать, там серпентарий, понимаете, они друг друга там слухи, там обсуждают, то есть, вот это вот приход такой. Вот, то есть, и подарок дарю, пустую коробку, красивым бантиком, всё, то есть, и пустая, и просто записка. Батюшка, я говорю, как бы, прекрати отсылать запечатанное снаружи, а пустое внутри, на небеса-то. Вот, ну, я постарался более дипломатично написать, ну, тоже как бы сжато, да, то есть, смысл, запечатанное снаружи, пустое внутри. Прихожу, говорю, давайте почитаем, давайте поговорим, давайте как-то общаться, в гости приглашаю, вот такое вот всё. Вот, критика от вас исходит, оно у меня вызвало в один период очень серьёзное уныние, и вот это вы сейчас обсуждаете Александра Андрусенко, вот, да он уже просто отчаялся тоже, то есть, я понимаю, что он где-то пытался, а потом что-то у него там вот не получается, и всё везде плохое, нет. То есть, вы правильно говорите, корабль захвачен пиратами, это правда. И люди неплохие на самом деле, да, но только они мне говорят, ты не батюшка. Я пошёл к батюшке, говорю, что ж вы ничего не говорите. Ну, они же там, вы знаете, я пытался там, ну всё, ну это же, как говорится, что сам не знаешь. Ну, вот так вот, вот, как бы конструктивнее, как бы, вот сказали А, а Б, то есть, кто виноват, понятно, что, в чём проблема, понятно, а вот как простому человеку, вот и мне, и кто нас посмотрит, вот, вот этот диалог нам, мне кажется, надо, а не мы сидим, обсуждаем, там Андрусенко, да не Андрусенко, он готов бросаться, я готов, только вот как бы, вот этот опыт накопить какой-то, как правильно, чтобы, уже сам я ничего не сделаю, только Христос может сделать. И я только одно понимаю, двоих, троих я пытаюсь найти, потому что, когда, нет у нас, у нас все разъединены, я не могу двоих подойти, прийти и сказать, батюшка, почему мы продаём эти свечки там, это мелочь, я говорю о свечке, это мелочь, просто закон Божий не нарушается, а все пойдём, весь живот свой, Богу, Христу, Богу предадим. И всё. Всё, так, не могу найти двоих, троих, потому что написано, как в законе. У меня чётко, я из Назарян, я из Назарян, я для меня, я ничего сам не выдумываю, я вот как, ну вот слушаю церковь, слушаю святоотеческое толкование и писание, всё, всё остальное, вот эти балабольства, меня балабольством всегда мучают, вот это вот, всё это окружение. Я не могу двоих, троих подойти и сказать, батюшка, вот двое нас, но у нас к вам вопрос. Не хочется уж пошли к епископу, вот, тогда начнем, как бы, там, или к другим. То есть я не могу даже двоих, троих, как бы, то есть мне говорят, а что ты это делаешь? То есть нам, ну, как бы, а что тебе не нравится? Мы уже так отстояли 4 часа, что ты от нас хочешь? Ну вот такие вот у нас получаются, вот так. Так, вопрос я понял. Я отвечаю вам со священного писания и собственного опыта. Он говорит, Духом Святым для нас, всё писание Богодухновенно и полезно для научения, для обречения. Не написано на учениях, кто кого учит, все учат. Так что священнический клан отдельно может учить, дошло до того, что только епископы могли учить. Целое столетие стояло, но священник не имел права учить. Вот ещё какой период был? Был период, когда епископы потеряли веру в воскресение из мёртвых. Почему семьи еписских отроков потом воскресли, там, через 120 лет? Понятия не было. И поэтому мы снова обращаемся к священному писанию. Что оно говорит? Оно говорит о том, что мы, как ягодки виноградной кисти, все должны быть вместе. А вы в виноградной кисти. А я есть виноград, есть мой виноградарь. Ну, мы должны смотреть в Писание. Это вы правильно говорите. И то, что вы недовольны, это тоже божественный подход. Мы это всё пережили. Мы приходили в храм, Покровский собор города Барнаула, Алтайского края Советского Союза. Мы видели эту торговлю. Выходят, все разбежались чужие люди, не знают друг друга. Идёт, бабка споткнулась, может и заругаться. А я ещё печник. Я вхожу к людям в дома и вижу, они их стал делать, а они в церкви работают. Главное, три уборщицы и все Наташи. Три Наташи. Я посчитал, у них срок работы заходит где-то за 50 лет. Я спрашиваю, а что такое Покров? Ну, наш Покровский храм, собор. Они не могут ни одна ответить. Я говорю, неужели вас благощина ни разу не собирала нагреть? Нет. Я у них печь делаю. И пока я делал, я беседовал, разговаривал, они получили больше, чем за полвека там. Вот и весь ответ. Но в моих трудах нуждались и священники. Я у настоятеля работаю вместе. Теперь начинает там говорить. Кажется, семя брошено умирает, как в египетской где-то там пирамиде. Ничего подобного. Мы приходили в храм, стояли у дверей и думали, видя все вот это безобразие, что делается, безбожники приходят, отпевают, венчают неверующих. Ну, видно, совершенно неверующих. Крестят, как попало, ладошкой мокрой по голове. Даже не католики еще дальше пошли. Веры-то православной нет никакой. Это одна выдумка. Православия нет, они его не нюхали. И мы стояли у двери и рассуждали, тех, которым уже Бог открылся, что делать. Он внимательно смотрит за нами. Мы стали заниматься на дому. Занимались три раза в неделю, по два часа. Проходим Новый Завет по порядку, в толковании блаженного фефилакта. Нас нельзя обвинить ни в чем. В храм мы ходим регулярно, не пропускаем субботнее воскресенье, богослужения, праздничное, предпраздничное. Но мы любим Бога и Его Слово. Люди прослышали, стали проситься. Кого-то принимаем. Мотостраду в КГБ поставили на учет. Заслали к нам человека, он потом сознался. Вот видите, каким мы путем пошли? Путем образования. Конкретно, конкретно так. У меня вышли книги «30 томов, открытым оком». Я сейчас... Николай, разрешите? Вас же Николай звать? Так. Да. Да. И вот мы стали смотреть. Я увидел, как надо. И все это изобразил в письменном виде. У меня вышли книги, 38. Из них «30 томов, открытым оком». В третьем томе говорится, как не приход. Приход – это пришел, ушел. А как образовать общину? Вы откроете открытым оком третий том. Мы там написали пособие для изучения Евангелия от Марка. Это называется тема. Как разговаривать. Евангелие пройдет, человек. И там уже все по-другому. Третий том, открытым оком. Да, я читал. Да. И мы стали этим заниматься. Стали приходить протестанты, сектанты, пятидесятники, адвентисты, баптисты на дому в советское время. Это все преследовалось. Мы стали собираться где-то в лесу, отдельно, под деревом. Мы не останавливались. Отдельный день был противосектантское. Как сектантам открыть? Не нападая на них, как тут прислали. Они сами... Всех пособие. А именно, вот сектант задает вопрос. Написано. Не делай себе никакого изображения того, что вверху, что внизу. Исход. Двадцатая глава, четвертый стих. Допустим. Мы, ну там, первый стих. Мы считаем. Теперь, как ему православный должен отвечать? Это у меня во втором томе написано. Как беседовать с сектантами? На все вопросы. Это понятно. Вот. И вопросов ни один, ни два. Там много вопросов. Почему мы признаем Божью Матерь? Почему молимся святым? Что такое благодать Божия? Почему без рукоположения епископа, если нету, от апостольских времен хератонии, нет церкви, какой бы ты хороший ни был? Где нет рукоположенных пастырей, там нет церкви. Там запредельно уже отсеченная ветвь. Секта. Отсечь. Вот название-то где идет. И отдельно, ветхозаветная книга, мы занимались песни песней. Вот у меня на дому обратился тогда из немцев Менонит, отец Геннадий Фаст. Если вы его не слышали, зарядите. В интернете найдите. Он стал православным. Немец. Менонит. Но он вел у баптистов группу молодежи. Его к нам привела одна тайная наша, которая обратилась, баптистка-грузинка Катя Деврышадзе. И она его привела. И мы с ним пробеседовали до утра. В пять утра он уже был православный. И все это у меня отображено в книгах, потому что записывалось на магнитофон. Дословно. Он стал ставить самые главные вопросы, разделяющие нас. Я говорю, какую тему вы знаете хорошо и проповедовали? Он говорит, о десяти девах. Давайте. Когда он кончил, я одно слово сказал. Ересь. Ложь. Ложь и ересь. Он говорит, меня это прям потрясло. А что, что у нас по десяти девам дела? Теперь он магистр богословия. Какие вышли от него книги? Он служит в Хакасе, Абакан. Там храм Константина и Елены. Я говорю, каким путем мы пошли. Я сейчас закончу. Мы думали, рассуждали и молились. И мы понимали, другого пути нет. Мы выбрали все, что можно. Мы все трудились и другим говорили о Христе. Евангелия нигде нет. От руки перепечатывали. Я посылал всем архиереям Советского Союза на праздники, что крестим неправильно. Вот все же говорят святые отцы. Я рассылал письма. У меня в среднем было 1200 писем в год. Это 1200 конвертов. 1200 адресов надписать. И письма были не меньше десяти страниц. Всем архиереям. Какие-то архиереи обращались. Какие-то священники каялись. У меня нет интернета, не было. Машинка слабенькая. Мы покупали такую папиросную бумагу. И на ней, чтобы 7-8 экземпляров едва тускло видать. Но один себе всегда сохранял. Один всегда будет в КГБ. Все это ловили. Мне за это пришлось тюрьмами заплатить. Но полностью, чтобы создать общину, и чтобы был священник, это было нам не под силу. Мы искали, где можно найти рукоположенных епископов. Сказали, там где-то в Грузии, в горах. Мы обыскали все, нигде нет. И вдруг открылась дверь русская православная зарубежная церковь. А мой брат уже был священником, отец Аяким. Служил там в Тюмени. И вот когда там у них совершенно безнравственный поступок архиерея был, не однажды, тогда их вызвали. Тогда был Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский, Снычев. Он приехал. Как говорит, ворон, ворону глаз не выключит. И он ничего не сделал. И сразу отошло шесть священнослужителей. Шесть. Подали заявление, в Синод были приняты. А потом меня они пригласили, оплатили, все, я там был. И название, почему такое община Свято-Анфимовская. А вот теперь, теперь своя община. И теперь мы уже написали, который устав зарубежной церкви. Мы его осмотрели и добавили два пункта. Два маленьких пункта. Первое, которое мы приняли. Нигде ни за что деньги не брать. Вести десятину. Это первое. И второе, совсем маленькое. Свечи. Чисто восковые должны быть. Или чисто натуральные-то. И не тушить, а чтобы она догорела и погасла. Казалось, это маленькое. Но за этим столько стояло и воровства, и чего угодно. У нас к свечкам прикасаться нельзя. На пасеке покупают воск. Чистые сестры льют их. Пачка у батюшки лежит. Он выходит, ставит сколько надо. Сколько надо. У нас не ходят, ни икона не целует. С тарелкой не ходят. У нас этого нету. Истребленно. Десятина. Введенная с первого дня и во время занятия. Ну, а тут открылась возможность вести занятия. Занятия начал вести в университетах. Пять университетов. Около 20 школ. Пять отделов милиции районных. Городское УВД и Краевое. Все воинские части. Заводы. Фабрики. Где только не было. Заключенные. Тюрьмы. Лагеря. Это все было мое паство. Вот тут Господь использовал мой талант. Данный им. Благословенный. Сколько людей было. Но мы не поставили еще одно условие. Никого к себе не звать. Изоляция. А то все говорят. Да как тогда вы как можете. Просятся. Когда просятся. Тогда мы разрешаем прийти один раз побыть у нас на богослужение. Безбородые у нас стоят за дверями. Женщины должны быть двойной платок. Ни одной волосинки не видно. Вы видели как у нас собрания где идут. Человек приходит. Ему понравилось. А можно к вам прийти? Я говорю. Дальше уже на вас налагаем иго. Сразу. Если вы будете ходить к нам. Вы еще заявление не подаете на оглашенных. Мы и принимать не будем. У нас оглашенные от трех до пяти лет. Срок. Этого не было во всей мировой практике. Нигде. А мы где? Просчитали в канонах. Каноны были. А выполнять не выполняли. От трех до пяти лет оглашенные непрерывное обучение. Это канон. Это святой епископ. Нон об этом говорит. И вот человек побыл у нас. Мы говорим. Вам понравилось. Вы хотите ходить. Значит знаете. Бриться нельзя. Про табак даже не разговариваем. Это у нас. Чтобы у тебя даже запаха не было. Все бросаешь. Он говорит. Я все принял. Но. Если ты к нам не пришел. А в это время ты в воскресенье ходил в московскую патриархию. А потом вернуться тебя не было. Мы спросим. Где был? Ты скажешь. Я был. Все. Это можно. Ты у нас не был. Мы спрашиваем. Где был? Он говорит. А я ходил к баптистам. Нас не касается. Ты не член общины. Мы тебе все рассказали. Ты говоришь. А я ходил к мусульманам. Мы никому не приставали. Но у нас идут объяснения по мусульманам. Я разбираю по сурам и аятам весь Коран. 18 том открытым оком. Черкните себе. 18 том. Да. Я читаю это все потихонечку. 1300 лет. Что было у мусульман. Кто что говорил. А человек этот. Он уже лежать на боку не может в воскресенье. Ты должен. Ты обязан пойти там где говорится о Боге. А он то там походил. Он сам узнал. Увидел. И говорит. Нет. Я уже отсюда не уйду. Подает заявление. Мы рассматриваем. Все. Вступил в стадию оглашенных. С этого момента он платит десятину. Это он знает. Если не платишь десятину. Мы предупредили один раз его. Пропущенный. Обязан заплатить. Нет. Значит мы его вычеркиваем. Нет. Нет. У нас правила. Правила. Мы сразу избрали. Община. Когда образована. Мы зарегистрировали ее в краевом отделе юстиции. Дальше. Мы стали наблюдать. Есть законодательная власть. Есть исполнительная. Законы хорошие. А выполнения нет. Вот у русских приняли закон. Не распивать спиртные напитки. В общественных местах. Везде пьют. Стоят молодежь. Пиво. Дуют. Это бесполезно. У нас избраны смотрители. Наблюдатели называются. Община избрала их. И они смотрят за этим. Как одеты зашли. Не опаздывать. Если опоздал. Стоит с оглашенными. И когда скажут оглашенные. Изойдите. Вот в это время. Те верные заходят. За семь минут. Все должны зайти. Объявляются. Мигнули светом. Или как. Все заходят. Семь минут. Полная мертва. Тишина. Мы молимся. Алтарь еще закрытый. Семь минут. Кончилось. Первые слова священника. Кто опоздал. Те заходят. Семь минут. Он еще не опоздал на богослужение. Но на семь минут. Но если на семь минут. Два раза опоздал. Считается целое опоздание. Пиши объяснительную. Мы ввели дисциплину. Кому не нравится. Ну ты заранее знал. На подходе. Нам шалман не нужен. И тогда образована община. Вот. Все ваши вопросы. Разрешились у нас сразу. Не по частям. Потому что там мы работали с кем-то. А он приходил. Его там глушили. Кто-то посты не соблюдал. У нас нет этого. Посты все до одного соблюдают. Притом соблюдают строго по правилам православной церкви. Не положено в среду пятницу растительное масло. Или его нету. Нету. Мы проповедуем не сухой закон. А чтобы не пить. Как Златоуст говорит. И у нас. Вот. Я не ем мяса. Вообще никакого. Которое. Это не запрещено. Но мне полезно это. И которые рядом со мной. Они это все усвоили. Которое. Бывает. Некоторые там едят и свинину. Но. Когда у нас трапезы. Свинины на столе нет. Купленной колбасы нет. Это все отрезали. Можно. Но должна быть община. Вам не образовать ее. Сразу. Вот. Если вам сейчас нужно заниматься. Вы. Поговорите. Там. С женой. Согласна. У нас с вами. Ребенок. Другим скажите. Подойдите к батюшке. Сразу объявить батюшке. Он не придет. Но. Вы делали не тайно. Вы избегнете большого порицания. И скажите. Батюшка. Мы дома решили. Считать. Евангелие. Столкование блаженного. Афифилакта. Других святых отцов. Вы. Не спрашивайте разрешения. Это Бог повелевает. Разрешение не надо спрашивать. Он тут не власти. Это твой дом. Ну. Благословение. Да. И скажи. Батюшка. Даже благослови. Сказал один раз. Больше не говори. Сказал это для проформы. Бог благословил. Там священник уже не нужен. Иначе. А я не благословляю. Он еретик. Он антихрист. Ты. Выйдешь. Совершенно на другой мир. Нельзя его просить об этом. Я пошел на благовестие. Благослови. Чтобы не арестовали. Только на это. А не на благовестие. Чтобы живым вернуться домой. Если занятие мы начинаем. Благослови батюшка. Чтобы нам не уклониться. Ни налево. А не на право. Вот у нас каждую среду и пятницу. Идут занятия по скайпу. Вы к нам заходите. Заходите. По средам и пятницам. По Москве. Это в 16. Так подождите. Я сейчас скажу. 14. 14. 14. 00. По Москве. Найдите. Вы говорите по вашему времени когда? По нашему времени. У нас будет 6 вечера. У меня часы ваши есть. У нас 4 часа разница с Москвой. Это будет 6 вечера начинается. Ведет Сергей Пупков. Сергей Пупков. Вы увидите там в красном. По скайпу зарядите Сергей Пупков. И к нему вы должны сказать. Меня включите. Сами никому не заходите. Вас не могут принять когда занятия начались. Он должен принять. Иначе разрушается вся цепочка. У нас одно занятие пропало из-за этого. Там одна душа вклинилась. А ей кто-то нажал. Ну и других никак нельзя принимать. Надо всех заново выкидывать. И по-новому что попросились. Ну такая система. А как выйти на Сергея Пупков? Сергей Пупков. Введите и скажите. Я хочу быть на занятиях. Включите меня. Все. Больше ничего нет. Он вас сразу... Так как его найти? Повторите. Как его найти? Я думаю в скайпе. Найдите его. В скайпе там поиск какой есть. Сергей Пупков. Пупков. Павел. Павел. Ульяна. Павел. Константин. Ольга. Владимир. Ну поищу. Если нет, тогда... На меня выйдите. Я вам тогда как-то... Я не знаю как сказать. Но все находят. Вы его зарядите и найдете. Перед следующим вопросом я все прекрасно понимаю. Теперь вопрос этот заканчиваю. Мы шли таким путем. Я могу говорить, я не теоретик. Я практик. Я не философ. Я не имею никакого религиозного образования. У меня есть два качества, которые люди пренебрегают. Я люблю Бога всем умом. Заповедь гласит. И слово его люблю, святую Библию. И во свете Библии все рассматриваю. Вот отсюда все остальное, что я сказал. Иначе бы этого не было. Отошел. Говорите. Ну а как иначе? Тут же получается, что с еретиками и сектантами легче разговаривать, чем с прихожанами. Потому что тем хоть интересно. А тем хоть колом на голове чеши. Просто неинтересно. Вопрос-то идет не в том, чтобы ритуально отстоять три часа. А чтобы мы прожили свою жизнь. И все равно будут проблемы. Семь раз упадешь. А на восьмой, это уже потом, уже не познаем мы зла. Но мы все равно будем падать. Так нету даже желания развернуться и хотя бы идти. Понимаете? Вот в чем у меня беда. И вопрос даже не в батюшке. Потому что у меня конфликт именно. Самая большая проблема не с батюшкой, а именно с прихожанами, которые не хотят ничего слышать, кроме легкой. Легко пришел, четыре часа вспотел там, простоял. Все. Все. Все, что ты еще от меня хочешь? И пошел дальше, говорится. Обмерщение. Закон не любит. Закон. Написано, что охладеет любовь. Потому что с ростом беззакония. По причине умножения беззакония. По умножению беззакония, да. По причине умножения беззакония. Я скажу. И я пытаюсь говорить, ребята, как вы можете жить о духовной жизни, говорить, если вы элементарно законные, элементарные вещи. Какое там убийство, какое там смирение. Даже слышать не хотят. Вот именно вот эта ситуация. Так, Николай, Николай. Алло. Слушайте. Вот здесь ваша специальность какая. Вы должны воспользоваться тем, чтобы людям где-то помогать. Вот у нас в Алтае канонизированный архимандрит Глухарев. Макарий. Переводчик Библии на русский язык. Это в те времена еще было где-то. Так он помогал уиротам, это алтайская такая национальность в горах. И подметал у них в юртах. Подметал. Человек такого положения, звания. И этим он приобретал. Возьмите Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии. Он понял, что образования ему этого не хватает. Богословский там институт. Он заканчивает медицинский. И поехал работать. Построил лепризорий. Возиться с прокаженными. И он внимательно наблюдал, что человек, когда быстро прогрессирует болезнь, а иногда тормозится. Пока японская компания не сказала, что у них есть такой ученый Мэтсуда. И он изобрел вакцину. Тогда этого не было. И он говорил, что тебе нравится? Ты тоскуешь, наверное, больной. Он палатку свою отдельно им общать это нельзя. Он говорит, у меня дома коза. Там было молоко. А у вас нет. Он говорит, пожалуйста, приводи козу. И у него около палатки у больного стояла коза. И он с ними работал. Все правильно. Полностью согласен. И потом ему присвоили лауреат Нобелевской премии. Альберт Швейцер. Да, он полуфранцуз, полунемец. К слову сказать, его когда анкету писали, говорит, какой родной язык. Он так задумался. Он одинаково знает. Мать там француженка, отец немец. Он говорит, да как сказать, я одинаково владею. А потом, я, говорит, знаю способ, как определить. Во сне на каком языке разговариваете? Вот тот ваш родной язык. Во сне. И вот мы должны все это принимать. Надо просто идти делать. Я согласен. Все, понятно. В общем, ничего мне нового особо не сказали, но подтвердили мое понимание. Иди, иди, делай. И не требовательно, а помогай. Да. В общем, будь хлебом другим. Вот так это все евангельское заповедь. Это все. Я пока с семьей борюсь, в общем-то, тоже. У меня же еще и домашних же надо. Нет, Николай, знаешь, я строитель, печник. Кроме того, я реставратор-переплетчик. У людей какие-то книги я брал и делал. Бабушке печку бесплатно. Представь для нее. Мы узнавали. Ну, у тебя тоже книгами. Мы два брата приходим, пилим, а третий колет. Представьте, для бабушки, которая ничего не может сделать. Другой зимой я им подшиваю валенки. То есть снег с крыши скидать-то. Это все наше паство. А меня тогда настоятель вызвал и говорит, вы не солнышко, Игнатий, всех не обогреете. Я говорю, не всех, но кого-то. А Гарбузовка далеко от вас? У нас такое село маленькое. Нет, недалеко. Арбузовка. Да, Арбузовка. Арбузовка, да. На пути в Потеряевку. Прямо на этой линии. Да вы что? Я там дома строил. В стройотряде ездил к вам туда, вот такие комарыщи, там мака, все. То есть это, как вспомню, так здорово. Три месяца мы там сидели. И строили, так сказать, хатки маленькие. Ну, был у вас я там. Так, теперь догматики. Да. Суббота. Что интересно, батюшка покаяния исповедовался. Получилось так, что субботу мы немного нарушили. Мы уже 8 лет субботу стараемся именно уделять или больницу съездить, или там писание писать, или хотя бы просто быть в семье и встречаться с другими верующими. Святое собрание, как написано. Ну, что интересно, исповедание принял. Кстати, давайте по субботе. Вы вот сначала правильно сказали, как апостольские конституции, что суббота в память творения, а первый день в память будущего, жизни будущего века. А теперь смотрите, то есть суббота есть суббота. Мы не должны путать одно с другим. Воскресенье – это христианское, не суббота, это вообще что-то, ну, как бы суббота, да? Но здесь возникает вопрос у меня следующий. Покой Божий, суббота, да? То есть войти в покой. То есть вот все мы читаем, и послание к евреям. Ибо до роду Божьему покой остается. О двух ли разных покоях мы говорим? Или это один и тот же? Нельзя говорить, что воскресный день не есть праздник в церкви. Позвольте мне вам зачитать письмо, которое было отослано в 1056 году, положено на алтарь в соборе, в Софийском соборе в Константинополе, папой тогдашним, и начало развала между греками и латинями. Да, у меня на английском файл «Капитальный труд». Я знаю, что вы любите точные исследования. Я вам его на скайп сброшу, вы его посмотрите, интересный. По субботе особенно. То есть здесь есть просто хороший материал, именно такой полноценный, качественный, академический исследование. И смотрите, что пишут. Вы греки. Это вот это письмо, прямо на алтарь, которое вот начало, полный официальный развал. Вы греки. Почему вы жидовствуете, скажите, пожалуйста, если у вас нет чего-то общего с евреями, ну с жидами, я по-английски это просто труд сам. Если у вас нет чего-то общего с евреями, то в том, что вы почитаете субботу. Ибо вы почитаете субботу вместе с евреями. А так как мы, почитаете День Господень. Вы являетесь нам в таком поведении своем, как бы имитируете секту назарян, которые подобно христианам верят во Христа, но придерживаются иудейских практик. То есть это обвинение Рима-католического Папы тысячу лет назад. Один из пунктов, серьезных, кстати, пунктов, это один из основных, для того, чтобы анафематствовать греческую часть, константинопольскую часть, от римской. То есть фактически, в общем-то, основа православной веры и есть суббота. А суббота благословенный день, и никуда он не делся. Мне даже ничего говорить не надо. То есть я лучше помолчу. И ничего сам не буду говорить. Вот написано, Бог положил на сердце, читай. Потому что я начал свой путь просто. Пришел, открыл, верю. Да неправильно, смешно. Верю, делаю. Все, вот так вот, с простого. А сейчас уже, конечно, уже мы знаем, православие это, конечно, истинная вера, это и аскетика, и это уже нас, уже это высшая, высшая вещь. Мы призваны быть царями. Царями. Это воля, это страдание, это усилие. А вот это то, что там собирается, понимаешь, я ничего не знаю, я не знаю, зачем люди даже время тратят. По субботе вот вопрос-то. Хорошо, я вам отвечаю. По субботе. И у них кто не... Маленькое завершение, секундочку. Мы знаем, что не убей, но даже не ненавидь. Не то, что не прелюбодей, не ходи куда-то, а даже в сердце своем не имей кривой глаз, да, смотря на женщину. Не то, что даже не воруй, да даже не завидуй. А что у нас по субботе? Суббота-то воскресная. Как мы можем почитать субботу истинный, восьмой день, да, нарушая плотское элементарное? Ибо, как наш отец отцов, Григорий Низкий, говорит, что вы думаете о том, что вы рассветили субботу? О чем вы думаете? Вы же не знаете, что это обе два дня братья, ну или сестры, он, по-моему, написал. «Пренебрегая одним, вы не имеете проку от другого». Вот как Григорий Низкий написал. И это же было вот 1056 год, снова, видите, как письма. Кстати, на это письмо патриарх Константинопольский, последняя фраза, ответил следующим образом римлянам, что мы соблюдаем субботу, так как это было заповедано, наравне с днем Господним. Именно поэтому мы и не работаем в этот день. Вот так вот. Ибо Христос есть Господин субботы. Вот ответ патриарха Константинопольского в 1056 году. Может, все-таки два дня святых у нас? Ну, нам и 3, и 5, и 7, я все это понимаю, но, ну, ну, так, мы же должны о чем-то поговорить. Так, можно ответить? Послание к Колоссиным. Открываем. 2 глава 16 стих. Посмотрите, что написано. Читаю. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. То есть, он перечисляет то, что было у иудеев во время жизни на земле апостола Павла, которые в пище не стали разбирать чисто и нечисто, ибо всякое творение Божие хорошо, ничто не предусудительно, ибо освящается Словом Божьим молитвы. С какой-нибудь праздник, новомесячие, тогда что? Новомесячие надо соблюдать? Еврейские праздники соблюдать? Субботу соблюдать? Он отвечает. 17 стих ответ дает. Считайте. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Все. Никто пусть не обсуждает. Это тень. И мы в тени не находимся. Все, что было в Ветхом Завете, было тенью, прелюдии ей. Ян Златоуз говорит так, что, свойственное ребенку и взрослым, это разно. Если дитё припадает к груди матери, это естественно. Но если 30-летний муж, как это будет выглядеть? Мы, христиане, совершенные по возрасту, совершенные умом. И поэтому тело во Христе, давайте рассмотрим конкретно о Субботе. Её никто не отменял. Она возвышена. Она указывала на воскресенье. Откуда известно? Сей день, и же сотвори Господь, возрадуемся, вознеселимся вонный. В этот день вознеселимся. А какой день? Это 117-й Псалом. А Господь сказал, взят будет от вас жених, и будет печаль, как женщина, когда родит, терпит скорбь, а когда родит, не помнит себя от радости. Евангелие Теана. Значит, Христос умер, рождается новый человек, он воскрес. И говорит, радуйтесь и веселитесь. Мир вам! То есть, они были печальны и в субботу сидели в страхе. В воскресенье наступил, день радости. Так вот, теперь разбираем. У Христа была душа, да, и духом сошед в преисподние места земли, проповедовал. 1 Петра 4,6. Мертвым. Благовествуемо было. Он трудился, да, труд. Благовествие – это огромный труд. Даже шахматную партию, когда играют эти, и то, говорит, за время игры на 4 килограмма меньше вес делается от переживаний. А в пропаде тебя могут ударить и что угодно. А когда он закончил? В воскресенье. Все. И там творю, говорит, все новое, новое. Там творил творение какое-то человек, а здесь творит подобное ангелу. Человек перерождается. Родитесь заново, свыше, другое. То есть, все эти слова, говорят, все творю, все новое. А что новое? Новая суббота наступила в воскресенье. Мы день субботний чтим. Его, как бы равным не делом, первые христиане говорили, что он говорит об окончании дел. Когда Господь сотворил все и почил от дел. А он, творя нового человека, сошел в преисподний и закончил когда? Воскресенье. И почил от дел своих. Суббота указывала на воскресенье. Мы празднуем новозаветнюю субботу, не ветхозаветнюю. В ветхозаветнюю была только тенью. Тень. Вот если мы поднимем руку, а сверху лампочка, и вы увидите тень на земле. И чем ближе вы преподносите руку, все яснее и яснее тень. И наконец она совместилась. Это что, рождение Христа, Голгофа? Поэтому никто да не осуждает нас, что мы не субботствуем с евреями. У нас своя суббота, воскресенье Христово. Вот ответ. Ну, тут получается есть, да, у нас как бы однозначно нельзя говорить о том, что уже у нас воскресный цикл. С праздника Шивот, это Пятидесятница, мы должны еженедельно поддерживать этот огонь, истину. Вот, то есть это понятно, но опять-таки написано, если ваша праведность не произойдет праведность книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное, как же мы можем, если мы ненавидим в сердце, но никого не убиваем, то мы не превзошли праведность фарисеев. Но если же мы приходим, приходим в воскресенье, но не имеем именно праведного отношения по заповеди, а заповедь не может быть нарушена, нарушая плотскую, простую, которая ни к чему не приводит, ни заповедями и законным мы не спасаемся, но это элементарные вещи, на которых стоит уже возвышенная вера в сердце, в духе. И вот пока вот все, что не читаю, вижу, что и в церковь также говорит, что в общем-то получается два дня братья, сестры, нельзя разлучить, как заповедь не убей и ненавидь. Это братья и сестры. Как можно никого ненавидеть, но прийти и просто убить? Вот. Или любо деянием, ходить просто так. Я нет, я в сердце ничего, у меня нормально, я просто хожу, физиологию свою решаю. тоже осудительно. То есть получается, что не дом, дом не строится на заповедях закона. Это основание или забор какой-то вокруг строительной площадки, скорее всего. Я вижу только в этом. Несоблюдение субботы это путь к обмерщению. Хотя бы один день нужно уделять. пусть даже в воскресенье, но я даже не видел, что кто-то вообще эту заповедь соблюдал. А за эту заповедь побитие камня. Это значит смерть. Мы как-то разбирали все заповеди Ветхозаветные и Сход 20 глава в Новозаветном духе, потому что эти заповеди были для детского возраста и человечества. Ян Златоуст говорит, как ребенок маленький, а мы во взрослого мужа, не будьте дети умом. И мы стали смотреть, вот заповедь такая-то, не сотвори себе то и не сделай никакого изображения. А 25 главе делает изображение Херувимов. Что он, забыл? Не делает того, что уводит от Бога. Тогда нам на это и говорят. Ну а вот, ладно, Херувимы так, а как же вы святых разных, Божью Матерь, а вот теперь Новозаветнее. На небе как? По образцу, который был показан тебе на горе. Он по образцу. А там святые были, не было. До Христа все шли в преисподние места земли. Об этом говорит Петр в первом послании. Туда они идут. Они не мучились. Но, и что, а вывод такой теперь, что раз они взяты на небо, желаю разрешиться и быть со Христом, и в преисподние, Павел говорит, со Христом вознестись туда. Поэтому мы изображаем святые иконы у нас, священные изображения. Вот 40, из Экииля, 41 глава, 17 стих говорит, что Христос был в храме, который говорит, дом мой. Он не сказал, что это капище. А в 41 главе из Экииля-то, и говорится, как устроено. И сделай изображение Херувимов. От пола до потолка, снаружи и снутри, все было в иконах. А я говорю, Бабхистос, у вас как скреп могильный, у вас ничего нету. Почему вы не делаете? И Господь говорит, мой дом, мой дом. А они говорят, дом молитвы. Дом молитвы только один был, молитвенных домов было тысячи. Они даже это разбирать не могут. Дом молитвы, это наш храм, где есть престол, где совершается священная литургия. Где хлеб превращается в тело Господня. У сектантов этого нет. Они воспоминания, а зачем тогда хлеб? Воспоминайте и так. Она ничего не дает. Я говорю, вы дали людям хлеб. А теперь он уронил, неправильно, он виновен против чего будет? Против хлеба. А у нас, Павел говорит, виновен против тела, ибо недостойно причащается. Многие больные, не алл умирают. У вас все здоровые, смотри, какие все в галстуках, бритые. Промассоненное общество. Мы взяли Библию, считаемую, отряд космонавтов. Не пьете, не курите. Быть православным, это первое. На первом месте стоит смирение. Смирение, чего сатана ненавидит. Как? Так истолковались святые отцы. Я вам свое толкование нигде не даю. Я потратил 50 лет на это. Полвека. Непрерывно ущась. И у меня книга есть искусственного православия. Я 40 лет собирал материал. 40. О крещении. А что именно в погружение? Найди где. Два предложения у Яна Златоуса. 12 томов надо пролопатить. 12 томов по строчкам. Мне нужно было взять у Иеронима Стридонского что-то. Ты сначала найди его материал. Он не Златоуст. И прям сирен. 6 томов, а одно предложение я нашел. Теперь я делаю ссылку. Ладно, еще там профессора мне помогали, там Академия. 40 лет. Я по счастям накапливал этот материал. И сейчас у меня 136 свидетельств. Я не бабочек в гербаре собирал. Я обращался у ног святых отцов сидел. И поэтому материал, который я даю, он абсолютно неопровержимый. Все правильно. Смирение. 4 параметра, Николай. Первое. Что говорит Святая Библия с неканоническими книгами? Чтобы знать, где написано, я непрерывно 50 лет занимаюсь этим. Я в церкви, если стою по-славянски, считаю, если 2-3 слова я расслышал, я могу сказать, какая глава, какой стих, какая книга. Это Бог делает. Дальше. Что об этом говорят каноны? 719 правил. Я их все должен знать. Я их перевел на русский язык. Составят симфонию. Жития святых. 1173 жития. Я обращаюсь к каждому. А житие бывает длинное. 50 страниц. 50 страниц? Я должен выбрать тот момент, где говорится о крещении с полным погружением. И что говорят святые отцы? А это 300 томов. 300 томов фолиантов. И поэтому с учетом вот этих 4 параметров, по которым я даю ответ, большего ответа никто не может дать. Почему? А мне нету. Все остальное выдумка. Я выбрал все. И Библию, и святых отцов. 99% все будут тебе отвечать с точки зрения своих выдумок и удобств. Поэтому мои книги брали на исследование и в Почаево там, и Дворкину дали там, и сенсорские отделы. 14 лет мусолились, и ни одного замечания нету. Я прогуливался с архиепископом Антонием в Лос-Анджелесском. Материалы моего у него были. Крестному православию. Это один из самых сильных был знатоков, не желающих соединяться с продажным сергянством. И он осмотрел все и одобрил. Я свои материалы даже Осипу, профессору, посылал. И он их одобрил. Ну, просто надо знать. Смотри, у нас у каждого свои есть какие-то ошибки. Вот когда вы говорите, вот четко видно. Когда духом, а когда от себя. Да. И я это за собой тоже верю. Тут получается вопрос в чем? Ибо с умножением, как говорится, беззаконие охладеет любовь. Вопрос в чем вы говорите, закон божий. Закон божий, мы молимся, читаем, и светильник. Псалмы, вся литургия, это наш закон и твои заповеди. Скажите мне, пожалуйста, где мы то разделение, то разделение, что как бы мы не соблюдаем, а что мы соблюдаем? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, как я себе вижу. Закон нам показывает одну вещь. Это детский сад. Когда мы приходим, мы говорят, вот это вот тебе туалетная бумага, чтобы ты знаешь, что с ней делать, чтобы знал, чтобы не ходил, так говорится. А потом только, когда ты закончишь детский сад, ты пойдешь в институты. Это уже Евангелие. А тут мы приходим, говорим, нам туалетная бумага не указ. Да, конечно, ты туалетной бумагой приходишь на экзамен по высшей математике. Тебя спрашивают, пожалуйста, обоснуй эту теорему. А я знаю, как туалетной бумагой пользоваться. Это еретики. Вырывают? Да. И говорят, туалетная бумага. Да при чем здесь туалетная бумага? Что ты со своей субботы лезешь? Суббота это то, что не обсуждается. Это основы гигиены любого христианина. И вот мне так видится, что в приходе нет любви, часто, зачастую, истинной. Потому что Дух Свят, Он дышит, как Он сказал. Баз Бог есть сегодня, и вчера, и завтра один и тот же. Если Он говорит, суббота, борода, припоясывайся. Все это делай. Да все. Вот это все. А вот именно, как ты даже что-то не сделаешь, так он тебя просит. А когда ты начинаешь говорить, что этого даже и делать не надо. Вот тут беда, понимаешь? То есть ритуализм какой-то. Вся наша религия. Я немного не закончил одно объяснение. Когда мы беседуем, я говорю, ветхий завет весь был тенью будущих благ. Он дан для младшества. Молодой, когда вы сказали, ребенок. Я на затону подробно объясняю. Они говорят, хорошо, возлюби отца и мать. Как вы эту заповедь в Новозавете переведете, когда любите? Я говорю, очень даже просто. Люби отца и мать. Когда? Пока он живой. Его хоронили, и на этом все закончилось. А у нас разрешено молиться. Мы заботимся о потустороннем. На какую высоту Бог нас возвел? У нас есть молитва за умерших во Христе Иисусе. Помяни раба твоего, Господи, восстанавливай. Четыре. Да. Живой. И каждое десятисловие заповедь, она возвышает. Там действительно прелюбодействовать нельзя. А у нас даже в сердце своем нельзя это делать. Пожелать. Был бы один, где-то там сделал. Нет. Даже ты под одеялом спишь, вот бы ему повылазило. Ненавидящий брат и еще лукоубийца. У тебя уже кровь капает с пальцев. Вот на какую высоту. Заповедь никто не отменял. Это заповедь вечная. Но она поднята. Так и суббота, она указывала на день воскресный во Христе Иисусе. Все заповеди были тенью будущих благ. Вот я так вижу. Лестница. Один конец на земле, это суббота. А второй конец воскресенье на ней. Творю новое. Новое творю. Новое творение. Но пока не есть небо и земля, ничего. Мы об этом даже не говорим уже. О субботах, о убийствах. Об этом даже говорить не надо. Мы относительно общины. Ваша тоска мне понятна. Мы это проходили. Начинайте работать. Приглашайте друзей на занятия домой. Пригласите батюшку, он не придет. Это никакого значения не имеет. Все, больше к нему не подходите. Скажем, мы сделали открыто. Мы нигде ничего... Только нигде батюшку не обсуждайте. Ничего не задевайте. Только... Вот я говорю вам, лучшего материала нашего я не встречал. Третий том открытым оком. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Какие вопросы ставить? Сколько людей? Как там подробно-подробно? Ты желаешь с кем-то побеседовать. В четвертом томе, я заметьте, я вам говорю. Второй это противосектантский. Третий как общины образовывать. Это будет помощь собачек. В четвертый как с кем беседовать? Я разбиваю... Да это не моя работа, я многое беру где-то. На 24 категории. Первая категория. Человек, а я не верю в Бога. Как с ним беседовать? Атеист. И там написано, беседовать, знать какое местописание. Не то, что ты умный. Я буду доказывать. Доказывать это за этим. В начале Слово Божие. В начале, говорит. В начале было Слово. Согласен. Теперь, как конкретно беседовать Ему? Мы открываем такое-то место. Второе. Второй разряд людей, которые говорят, ну Бог-то есть, а кто знает? Что от нас Бог желает? То есть, не верят в Слово Божие, Библии. Как с ними беседовать? Есть такие, которые не верят, что есть жизнь вечная. Как с ними беседовать? Это в четвертом томе у меня. 24 категории людей. Это психология, как говорят. Но здесь Дух Святой работает. Ты знаешь, с кем говорить, а с кем не говорить. Вот на днях ко мне тут пришла одна душа. Она по всей стране проехала. Я не вышел даже навстречу. Ко мне приезжали в Россию, воцарили императора Михаила из дома Романовых. Уже короновали его. И они сильно на меня выходить. Я не вышел даже. Тут один отступил с Невзоровым, там с этим хулителем, плотное. Михаил Баранов, бывший монах. Женился теперь. Приехал Барнаул, звонит мне. Я не выхожу навстречу. Во-первых, я знаю, что уже говорено им. А во-вторых, дискредитация самого себя. Зачем мне это нужно? Если он изменил Богу, будучи монахом, женился. У меня разговоров нет. Я против того, что давали обеты. Я против. Будь один, это лучше. Потому что будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль, Павел говорит. Не надо. Вот я всегда ссылаюсь на Елисавету, родную сестру царицы Александры Федоровны. У ней Марфа-Мариинская обитель была, сестра, но обетов никто не давал. Одетая, по форме, все, обетов не было никаких. Она ухаживает. Ей понравился солдат, ногу оторвало ему. Она подошла, матушка Елисавета, вот тут ухаживает за этим Семеном. Он в деревню зовет, Бог тебе в помощь, сестра дорогая, езжай. Вот, никакого изменения нет. А то монахи на монахах жениться вначале. Зачем это нужно? Очень есть такое махровое, мрачное православие. Рядом идет нога в ногу с живым. Вот это я точно заметил. Вот идут вот как, как плевела, не знаю еще как. То есть вот мрак. Вот такая вот деготь такой, прямо не заходи. Никогда не надо обижаться, когда обижаться не надо. В ответ можно ответить. И не просто ответить, это так, чтобы сверкало. Вот мне говорят, вот вы там проповедовали, говорили, а вот на вас напали в газете, там протянули вас, там написали такое. Как вы реагируете? Я говорю, на удар я отвечаю, серии ударов. Я подал в суд на них. Почему? А они бьют, что я не... Такое-то общение, недействительное, то другое. Их в суд вызвали, они все проиграли. Все суды я выиграл. И все, все заглохло. Я обязан. Почему? Правила канонов позволяют мне судиться с епископом. С епископом. Он у меня украл курицу, я имею право подать в суд. Они даже люди не знают закон. Надо знать законы государственные, чтобы не нарушать их. До тех пор соблюдаем, пока они не противоречат божественным. Ну, так апостол Павел что пишет? Для закон мы применяем законно. Против такого-то, такого-то и закона нет. А против этого, то есть и глаз на глаз, извините, тоже можно... Закон и джихад православный вполне законен. Против кого? Отвергающий, откровенно и не желающий принять благодать. Против таких законов. Нам счастье Бог дал, что мы верим в Бога и верим в пришествие Иисуса Христа, в Голгофскую жертву Его. Что дал нам веру христианскую и третью, и всех Он дал нам православие святое. Вот за это мы должны Бога благодарить. Нам не надо блуждать умом. Мне не надо быть профессором. По каким вопросам? Почему? 12 томов златоуса. Блаженный Афипелакт выбрал все из златоуса. Бери самый краткий. Вот у меня трехтомник вышел, который там вместе с откровением. Там действительно есть что? И противосектантское. Не поймите это, как какое-то я тут пытаюсь благословие толкать. Мне просто приятно пообщаться с человеком. Иногда порассуждать о каких-то тонкостях, так сказать, божественного какого-то замысла, который где-то, знаете, может не всем обо всем и говорить нужно. Оно, понимаете, дай дураку гранату, называется. Может быть батюшки и правы, что они там вот это все, вот тут поцелуй, тут тебе мощь и все, и тут выходи. Может быть так и надо. Я не против мощей, раз они есть. Но Писание говорит, прах ты и в прах возвратишься. Не в мощевики, не в антиминсы, а в землю возвратишься. Я дал большой материал о святых, жития святых. Как святые просили ничего не брать. Вот житие святого Семена Столпника, он посчитаем, и 1 сентября по старому стилю. И патриарх любил его, и решил на память от бороды волосинку взять. Сразу рука отсохла. Почему это не говорят-то? Не руку, ногу отрезали. Вот там Матрона какая была, подвязалась одна в Греции. Но у нее решили на память там руку что ли отрезать. Корабль пошел, с места не может сдвинуться. Вернулись обратно, приложили руку и поехали дальше. Нигде ни один святой не повелевал резать. А что запрещали, как Антоний. Их могилы никто даже не знает. Они уходили где-то, закрывались, запечатывались и умирали. И Моисей там. Я знаю, да. Где-то там спрятался. Еще и сатана, он помните, как пререкался. Меня обвиняют в этом. Вы против монашества. Я за монашество. За. Но не такое, какое вы видели. Монахи должны быть это одинокие. И не запечатаны. А идти и проповедовать. Апостолы были как монахи. Они оставили все и по двое пошли по всему миру. Мухаммад умер в 632 году. Как пишет Андрей Кураев. И ни одного Кирилла Мефодия за шесть столетий не послали к ним. А встретились уже на полях сражения. Два миллиарда были бы православными. Вот какая вина лежит на монахах. Насчет мощей-то в канонах-то написано, что церковь основывать нужно на мощах. Но там имеется в виду, что вот я пришел, допустим, в эту деревню, или в город, или в район, и начал проповедовать. Люди приходят в какое-то место. И тут по результатам проповеди Бог возводит святого, уверующего, истинно, из этой же местности. И он умирает по трудам твоим. И вот тогда его могила, все, ты можешь построить этот забор. А не то, что там где-то прийти, как на сетевой какая-то организация, супермаркеты, порубать там мощи, здесь закопать. Из какого-то там, из России, или еще чего-то. То есть, понимаете, канон-то не об этом-то говорит. Канон говорит о том, что приди, роди святого в этом месте. И вот когда ты уже по проповеди Бог воздвинет в этой земле, из этой общины святого, вот это и есть те мощи, на которых ты можешь основывать. А не брать, делить их и откуда-то везти, там из Москвы, из России. Вот у нас здесь привозят, и кусочки везде, целая куча. Вот, то есть, каноны-то об этом говорят. Не импортировать, не трудись на земле, вот в этих людях, и пускай воздвигнет. Вот, вот в этом смысл мощи. Конечно, так и говорится, вот тогда да. Тут, знаете, Николай. То, что сейчас с мощами, их нельзя обсуждать, как бы так, осуждать там. Я просто не правильно. Я хочу объяснить это место. Вы сказали, там живет, там умер. Нет, не так. Там это говорится так, в седьмом правиле, что мощи святых, мучеников, мучеников, не просто святых, ни Серафима Саровского, ни Иоанна Хронштадтского. Мученик, мученик, которого замучили до смерти. Я исповедник. Я сидел в тюрьме, но вышел живой. У меня рука там выключена, но я живой вернулся. Я живой. Я только исповедник. Но исповедника тоже дала льгота одна. Когда кто-то отступает, там, во время гонения, их церковь отлучает надолго. Но за них может ходатайствовать исповедник. Вот я единственный у нас в общине, кто может ходатайствовать за отступников. Вы не знаете, как там трудно. Ну, зачем его так долго-то, 15 лет? Ну, сделайте ему поменьше. Я могу ходатайствовать. Больше мне ничего не дается льгота. Одна льгота. Я имею право ходатайствовать за отпадших во время гонения. Церковь – это мать, любящая мать. Она это знает. Кто так может знать тюрьму, как я? Никто, если я там был в пяти тюрьмах в лагере смерти. Я это знаю. Я должен сказать. Я никто не ждал, что я выйду живой оттуда. Я сидел-то за открытой тайной беззакония о масонстве. Я 14 лет этой теме отдал. Так вот, храмы, когда основываются на мешчах, не на частицах мощей, а целиком на мощах. Житие святого Лукьяна. Сегодня все подчистили. Это обман. Обман. И при том, это касается не меня, а епископа. Епископ обязан привезти мощь. А их нету, значит, разговор отпал. Их нету. Продают кости там разные, приезжают из Греции. Мошенники. Это уже понятно. С целыми чемоданами продают. Арестовали. 170, что ли, килограмм мощей привезли. Подпольно продают. Знаете, Тихонович, земля должна родить этого. Потому что, что заповеди говорят? И будет правдой, будьте гонимы, и, соответственно, и погибнете. Вот тогда, вот в этой земле ты делаешь этот храм. Вот целиком. Естественно. А так, получается, никакой работы не продают. А что-то замкнуло вас маленько. Подождите. Вам сейчас слышно, нет? Вот, житие святого Лукьяна, там написано, когда он лежал закованный, закованный, ноги в колоде. И там они решили совершить божественную литургию. Они говорят, а как же, престола нету. А он вот так вот. Вот престол Божий. Кладите. А он на спине лежит вот так вот. Кладите сюда чашу, ставьте. Вот вам престол Божий. Так я не возражаю. Я возражаю против того, что их поделили и разослали. А там, куда кто получил, ничем труд не прилагают и живут. Ну, как говорится, у нас, получается, все живет наоборот. У нас должна быть странствующая и воинствующая церковь, а на небесах торжествующая. У нас наоборот, на земле как бы торжествующая, а там вы воюете. Нет, это лукавнующая церковь, лукавнующая. Она к сталинскому голенищу жалась, а сейчас она буквально со всем масонством познакомилась и все может, демократическое. И какую бы чушь ни придумали безбожники, церковники подхватывают. Вот сейчас у нас тут закон яровой, если не зарегистрировано, там нельзя проповедовать, штрафами давят. Нынче нас против детского-то лагеря как было. А мы опередили, нас еще не закрыли, а я его расформировал. 45 лет я начальник, я основатель, и я его размонтировал. Все, теперь мы покупаем дома, люди приезжают, и приезжают, живут в гостях. Уже все, мы вышли от них. Они напали ночью, напали, приехали, я называю, напали. Да, вы видели все это. То есть вы поменяли подход к лагерю? 18 июля, а 27 суд идет, они требуют закрыть на 90 дней. Я говорю, кого закрывать-то? Лагеря нету, они не успевают за событиями. Советский Союз развалился, и что вы будете требовать-то? Ну, правоприемница Российской Федерации. Я правоприемник лагеря, я основатель. Поэтому мы нынче купили у нас фактически 4 дома сейчас в Потеряевке. И тамошние жители теперь, наши братья, уже сейчас ищем волонтеров, кто будет готовить и проще. Мы готовим и готовим. Мы должны опережать события на несколько шагов, быть профессионалами высшего класса. Молодцы. Все правильно. Все правильно. Так и надо. Ну, правильно. Просто, как говорится, Федот, ну, как бы, да не тот. Ну, все как бы то же самое, только никаких... Да, мы молимся за всех. Говорят, а Росназор, я говорю, выполняет заказ Антихриста. Но они нужны-то для другого. Смотреть, чтобы гнилые товары не продавали. Ну, не с детьми воевать. А они обследовали, допустим, нынешне там 570 лагерей. 85 процентов, которые не соответствуют. Закрывают в целых областях. Нет, я до лагеря теперь. На детях решили наживаться. Миллионные штрафы. Миллионные. У меня пенсия 6500 рублей. 119... Нет, сейчас даже меньше. Долларов в месяц. На 100 долларов ты проживешь в месяц? Ну, понятно. Деньги проживут. У меня телефон, вот она. Видишь, какая трубка здесь лежит. Я должен за электроэнергию платить. Должен питаться. Сейчас за землю. Мне за землю. На моей территории, в которой я выиграл дом после реабилитации-то. 11 лет шел суд. Они 11 миллиардов мне должны были отдать. А отдали одну двухсотую часть. И то не могли рассчитаться. Я сказал, недвижимостью. И за землю мне за год. Сейчас начислили 10 тысяч. Я должен 2 месяца ни есть, ни пить, чтобы рассчитаться за землю. Но я не плачу. Потому что у нас в церкви там собирают специально 50 рублей. Батюшка с десятиной дает. Меня выкупят. У меня ничего нету. Совершенно ничего нету. Кроме тысячи заплат. Я никогда не был печальный. На что я буду есть? Заботы на каждый день хватит. Иди, гуляй. У меня тоже белый кот. А то у меня котенок 3 месяца. Но до того баловной. Везде лезет. Все закрывают. Вот она сейчас грызет. Так, ну что. Я тогда к трудам праведным. У меня тут полиграфия. Я тут сам работаю. Вот как вы. Начинайте работать. Прямо приглашайте. Я все руками сам делаю. И руками, и головой. Никаких рабочих, никаких начальников. Занятия ведите. Занятия. По блаженному фифилакту. Хотя бы один человек был. Другой вы пригласите. Когда у вас будет уже крепкий коллектив, батюшка увидит, что он делает-то. Тогда священники могут... Он поймет, что нужно менять. Все. Мне все ясно. Мне все ясно. Вы подтвердили мои... Все подтвердили. Глухонемые говорят. Работать. Я понял. Как Атолий показывает. Молитва и труд. Труд и молитва. Все. В этом все. И никогда ни на что не обижайся. Ты хочешь, чтобы не болеть? Не обижайся. Не завидуй. Не гневайся. Слово не, не, не. У меня есть такой ролик. Я обижаюсь одного человека только всегда. У меня ролик есть. Я говорю, вот 5 Б. Глухонемые вот так показывают Б, буква Б. 5 Б, без которых не спастись. Бог. Библия. Благовестие. Благословение. Будущее. Вот 5 Б, которое нам необходимо в каждой минуте. Вот видите, какое жизнеутверждающее. Игнатий Тихович, вот так вот надо жизнеутверждающее. А там попыни там, пускай себе что-то. Вот правильно. Я все понял, мне все ясно. Никогда не вини никого, сам себя. И они тогда увидят. Там Бог дал хорошего митрополита в Алтайском крае сейчас. Он к нам приезжает, служит, Московского патриархата. Мы приняли акт о каноническом общении, но мы находимся в русской православной зарубежной церкви. Мы избрали самый... Мы с вами в одной. Вот. Мы приняли такой путь, золотой путь называется, золотая середина. И у нас очень хорошее отношение с местной метрополией. Просьба маленькая. Замолвите за меня словечко перед Сергеем. Я с ним просто по скайпу разговаривал. И меня так обрадовался, что он... Я даже не ожидал. И, как говорится, Остапа понесло. Я вот и то, и все. И, в общем, тут... В общем, короче говоря, если что... Сергей какой Сергей? Козлов? Да, ну парализован. Ну да. А что нужно сказать? Да, просто, что я каюсь. Что я виноват, я знаю. Я просто... Меня, как говорится, Остапа понесло. Я как... Я там просто начал там рассказывать то да сё. То есть, не дал ему слово вставить. И мне так стыдно. Боже мой. Я, ну я честно говорю, просто... Вы за меня два слова скажите. Хорошо. Сергей для нас... Рад там продолжать общение. Но не буду молчать. То есть, я просто на радостях. Я честно говорю. Ну я тут в темнице, реально. Хорошо. Я скажу ему. А вот Сергею можешь научиться только доброму. Он является как образец. 14 лет лежать недвижимо. Это не просто так. Страдание. Что в Библии написано? Сделан совершением, совершенным Христов через страдание. У меня правило такое, Николай. Никогда не спорить. Я вот один раз вам сказал, а вы скажете, да я не так. Всё, больше я перед Богом оправдался. Я сказал, он не принял. Я не спорю. Я возвещаю. Спорит тот, кто ничего не знает. Он начинает спорить. В споре рождается истина. Нет. Истина, рождённая прежде всех век. Мы в истине должны быть истинными. Мы должны разрушить мирские поговорки. Человек умер и говорят. А мёртвым говорят или хорошее, или ничего. Нет, это не так. Нет. А мёртвым говорят, всё римляне говорили. Вот правильно. Всё говорят. Или молчат, или ничего не говорят. Никаких хорошо. Нужно говорить так на ошибках его. На том, в чём он принёс покаяние, не осуждая его. Самим этого не делать. И сказать, он это наказал. Вот вы сейчас, допустим, умрёте. А я позвоню Сергею-то и скажу, брат Сергей, а вот Николай-то Скляренко из Австралии-то. Он сожалевает, что с тобой так разговаривал. Хочешь с тобой ближе быть, ты его уж там, прости, если что, имеешь. Вот я так могу сказать. Вот, вот это вот и нужно. Ну всё тогда, с Богом сегодня. Благослови вас, Господь. Хорошего вам дня. Так, вы ищите Сергея Пупкова. Потому что послезавтра вот зайдёте. И там будете вопросы задавать. Конечно, не спорить, ничего. Мы блаженного филакта, он проводит. Он ведёт курсы. Я понял. Хорошо. Спасибо, Господь. До свидания. До свидания.